Рынок розничных продаж, если мы все-таки хотим говорить серьезно, он давно продуктовый, давно стагнирует, потому что рынок, надо считать честно, не в бабле, а, извините, в товарном выражении. И в товарном выражении на российском рынке происходит стагнация последние 6 лет. И когда мы начинаем возбуждать себя от точки роста, то, извините, предприниматель начинает становиться предпринимателем только тогда, когда он умеет работать на падающем рынке, и никак иначе, а в противном случае ему на улицу, и нечего делать и морочить голову. А мы все рассуждаем, нам нужны точки роста, это, извините, инфантилизм предпринимателя, когда он ждет, что весь рынок поднимется, ну и я бабла намою. И вот, что мы сейчас обсуждаем. Говорить про новые технологии, простите, мы вот туда сейчас выйдем, буквально на площадь, интернета нету в Москве. Когда мы выезжаем в регионы, я дико извиняюсь, я вот вернулся совсем недавно с наших точек, находящийся в не очень большом городе. Средний чек 150 рублей, единичная покупка 15 рублей. Я щелкаю вам пальцами, граждане, я в регионах, что называется, провожу большую часть своего времени. Давайте мы очнемся от этого какого-то московского снобизма, он меня просто от него рвет на родину. Давайте я вас просто за шкуру возьму и повезу в точки, где мы открываем магазинчики, торгующие сахаром мешками, мукой мешками, 50-килограммовыми. И это просто в лед идут эти магазинчики. Это магазинчики такие, коношоп, как это любят говорить, за рубежом. Вот в какой зарубежной стране торгуют мешками, макаронами? Вы хоть одну страну мне приведите. Давайте мы все-таки оторвем свою пухлую попу и начнем жить, вот как происходит это в России. У нас увеличивается количество людей, проживающих за чертой бедности. Это 20 миллионов. У нас, извините, ожидает нас коллапс банковской системы, потому что у нас увеличивается количество просроченных потребительских кредитов. Мы чего сейчас хотим обсудить? О том, как корабли бороздят просторы Большого театра? Нет, это все классно. Но идет интернет-трансляция. Нас будут смотреть люди. И люди будут смотреть в том числе и в регионах. Давайте мы все-таки приземлимся вот попкой на жесткую землю и поймем, что делать завтра. Вот когда мы говорим о точках роста, надо понимать, что вот эти магазинчики, которые мы открываем, я не самый лучший пример, упаси Господь, вот с макаронами в мешках 50 рублей, это завтрашний день. И вот как мы только осаждаем, что какой там интернет? Вот до интернета нам до Луны еще там пешком. Когда в каждом регионе есть три провайдера, которые принадлежат один сыну губернатора, второй какой-нибудь местному ФСБшнику, и тарифы там такие, что там Москва нервно курит в стороне. Вот она реальность сегодняшнего дня. А когда ты к канализации подключаешься, что я в Европе работаю в трех сторонах мира, чтобы стоимость канализационного люка, извините, 10 тысяч долларов. Ну кто, мы о чем говорим-то? Вот сегодня надо приземлиться, вот осознать, на каком уровне находится Россия. Россия находится на уровне Монголии. И вот пока мы не осознаем это, что вот с этого дерьма надо выходить, но для этого надо признаться, вот себе, это честно будет. И нам до 21 века еще, я говорю, как до Луны пешком. И вот когда мы начнем, что нам не дойти технологии, нам сегодня надо накормить людей калориями, извините, а потом только медленно, верно расти. Потому что вот мы вот этими шапкозакидательскими вещами довели страну до следующего, что, извините, Китай за 25 лет, они шили пуховики дерьмовые, сейчас они запускают ракеты. Но в 90-х они признались, да, мы ничего, кроме дешевой рабочей силы, нам в рамках международного разделения труда предложить не можем. Это была честная политика Коммунистической партии Китая. И за 25 лет они вырвали, что называется, из Гуанчжоу, там, которая была деревня с 200 тысяч населения, там дорог не было, там была грязь под ногами. Это 15-миллионный мегаполис, где электричка ходит со скоростью 360 км в час. Вот еще раз говорю, что-то, точки роста начинаются с честного, еще раз говорю, не надо это делать на публику, с честного признания, что мы делаем. Вот я могу сказать, что сейчас классно в регионах торговать макаронами-мешками, с сахаром-мешками и кормить людей окрачками, потому что людям, у которых зарплата 7 тысяч, 8 тысяч, и которые реальный чек 150 рублей, а единичная покупка 15 рублей, вот щелкаю пальцами 15 рублей, чтобы все поняли. Мы конфеты, когда фасуем, у нас, если лоточек конфет переваливает за 25 рублей, у нас сразу падают продажи. Вот он, сегодняшний рынок. Нет, мы можем, конечно, говорить про московскую историю, и такие все гламурные здесь походить. Но все это классно, но это не развитие. Поэтому еще раз говорю, все эти технологии, это все приблуды, это все хорошие, к жизни они не имеют никакого отношения. Вообще. То есть это как Мария Антуанетта, которая закончила под гильотиной, посоветовала народу, пусть она жрет пирожные. Вот про пироженки мы сейчас будем обсуждать. Редактор субтитров А.Семкин